На стороне коммунальных предприятий закон трехразовое предупреждение, суд и дело на исполнение передается судебным приставам. Если отключение от горячего водоснабжения и взыскание средств в принудительном порядке проблему не решает, то в соответствии со статьей 90 жилищного кодекса Российской Федерации жильцы муниципальных квартир будут вынуждены переселиться на меньшую площадь. Практически каждый день проявляется десятки квартир на предмет выявления и понуждения данных должников к оплате Сочи Теплоэнерго. Принимаются различные меры воздействия, начиная от отключения горячей воды, принудительного понуждения к оплате, а в настоящее время рассматривается вопрос вообще решения суда, что было принято о выселении жильцов, проживающих в квартирах социального найма, в квартиры с меньшей площадью проживания, то есть с двухкомнатной в однокомнатную, с однокомнатной в квартиры или в малой, или даже, может быть, кое-кое место в общежитии. Судебные приставы полномочны изъять у должника имущество как движимое, так и недвижимое, в том числе транспорт, арестовать счет в банке и в одностороннем порядке списать сумму долга, приостановить регистрационные действия в отношении недвижимого имущества должника, ограничить выезд за пределы страны. Не платят за коммунальные услуги годами от трех и более лет, и ведь одно дело, когда человек попал в трудную жизненную ситуацию, идут ему и идут навстречу, минимизируя взимаемую плату за тепло и горячее водоснабжение. Другое дело, когда принципиальная позиция – я никому ничего не должен. Это отнюдь не бедные люди, таких в Сочи немало, но ни дядя, ни соседи не обязаны оплачивать за кого-то. Прямо во дворе дома люди пытаются образумить тех, у кого образовались задолженности, у некоторых долги доходят до 300 тысяч рублей. Данного рода стикеры наклеиваются на входные двери должников для того, чтобы стимулировать оплаты и для того, чтобы общественное порицание было со стороны соседей. Непогашенный долг по коммунальным платежам является серьезным поводом для обращения в суд. Есть и такие примеры, когда вместо того, чтобы решать проблему долга, судебные тяжбы тянутся месяцами, тем временем долг только растет. А итог все равно один – встреча с судебным приставом. Составляется акт описи ареста имущества, которое в дальнейшем пойдет на реализацию для погашения задолженностей. То есть два раза в неделю пристав совместно с инспектором от Сочи Теплоэнерго. Так выбираем адреса по решению суда, по которому там вынесено уже по поводу суммы задолженности. Приезжаем на адрес и вот подобным образом взыскиваем задолженности. Сочи Теплоэнерго в прошлом году сдержала рост дебюторской задолженности. В этом году намечено ее снижение. Каждый знает, жить долг сложно, а уж тем более предприятию, которое также должно рассчитываться за поставляемый газ, воду и электричество. Все, у кого есть долги, могут оформить платеж в рассрочку в отделе по работе с должниками предприятия Сочи Теплоэнерго. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.